Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема – воскрешение Лазаря, часть 2. 2. Воскреснет брат твой. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 17 по 38 стихи. Господь Иисус Христос, находясь с учениками в Перее за Иорданом, получает от Марфы и Марии, живущих в Вифании, известие о том, что их брат Лазарь сильно заболел. Однако, как Бог, зная, что Лазарь вскоре скончается, Христос остался в Перее еще на два дня и, наконец, после этого предлагает ученикам идти в Вифанию, потому что, как он им говорит, Лазарь, друг наш, уснул. Ученики не сразу понимают, что это значит, но Христос объясняет – Лазарь умер. И вот, несмотря на ту опасность, которая поджидает их в Иудее, ученики откликаются на призыв Господа и вместе с ним идут в Вифанию. 11 глава, 17 стих. «Иисус, придя, нашел, что он, то есть Лазарь, уже четыре дня во гробе». Это русский синодальный перевод. Однако, лучше перевести то, что он, Христос, нашел, что Лазарь уже на протяжении четырех дней находится в гробнице. Потому что используется евангелистам греческий термин «мнемион», а «мнемион» – это именно гробница. Каким образом иудеи во времена Христа Спасителя погребали своих усопших единоплеменников? Для этих целей использовались гробницы. Соответственно, нам известно, что гробницы употреблялись даже в VII веке до Рождества Христова. Одна из таких гробниц находится на русском участке в Хевроне. Однако, кроме того, что использовались гробницы, в эпоху Господа Иисуса Христа иудеи использовали также и асуари или косницы. Как же происходило погребение? Человека, который умер, окутывали в пелена. Причем из евангельской истории нам известно, что использовали один большой плат, плащаницу, но также еще другой плат на голову. Могли использовать и дополнительные небольшие платы, как это было в случае с Лазарем. Гробница представляла собой некое помещение, которое было выдолблено в скале. В этом помещении была центральная комната и шли ответвления коридоры. Две гробницы периода позднего второго храма, то есть как раз периода Христа Спасителя, имеются на русском участке в Хевроне. И на их примере очень хорошо видно, есть центральная комната и из нее идут коридоры. В этих коридорах имелись ложа. Как раз на эти ложа и возлагали усопшего, который был обвит пеленами. У каждой гробницы был у входа камень. Эти камни были достаточно большими и тяжелыми. Сейчас исследователи приходят к выводу, что могли использоваться как в камне квадратной или прямоугольной формы, но могли использоваться и круглые камни, которые ходили по специальному желобу. Их нужно было откатить для того, чтобы открыть гробницу. Или назад закатить для того, чтобы гробницу закрыть. Соответственно, после того, как проходил год, вновь заходили в гробницу, плоть уже истлевала, убирали пелена, кости усопшего человека омывали в воде и складывали в ящичек, в каменный ящичек, который называется осуарий или по-русски косница. Соответственно, в основном помещении гробницы ставили эти ящички. На боковой стороне ящичек писали имена людей, чьи кости туда сложены. Могли складывать кости нескольких разных людей, родственников в один и тот же ящичек. И таким образом, во фамильной гробнице могли стоять в центральном помещении несколько осуариев, ну и, соответственно, в этих вот отдельных боковых коридорах, на ложах могли лежать тела недавно скончавшихся людей. Интересно, что когда гробница закрывалась камнем, а внутри был недавно скончавшийся человек, то старались без необходимости такую гробницу не открывать, для того чтобы, войдя внутрь и прикоснувшись к только что умершему, ритуально не оскверниться. Итак, Господь Иисус Христос приходит с учениками в Вифанию и узнает о том, что Лазарь уже четвертый день как погребен в гробнице. 18 стих. Вифания же была близ Иерусалима стадиях в 15. Одна стадия – это 185 метров, 15 стадий – это примерно 2 километра 800 метров. В таком случае от Иерусалима до Вифании было расстояние пешим ходом около получаса или 40 минут. 19 стих. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Поскольку Вифания была неподалеку, то родственники, знакомые приходили к сестрам для того, чтобы выразить им искреннее соболезнование, чтобы их утешить и чтобы вместе с ними скорбить. Хотя, как будет видно из дальнейшего повествования, далеко не все эти люди с симпатией относились ко Господу Иисусу Христу. Наоборот, когда они увидят, как он прослезился о Лазаре, они скажут, неужели этот, который, открыв глаза слепому, не мог исцелить и своего друга. А кто-то из них, когда Христос воскресит Лазаря, пойдет к фарисеям для того, чтобы пожаловаться на Господа Иисуса Христа. 20 стих. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Марфа, будучи распорядителем хозяйства, видимо, больше контактировала с другими людьми, которые принимали участие в управлении домом и узнала, что подходит к селению тот самый Иисус из Назарета, к которому она вместе с сестрой посылала новость о том, что Лазарь заболел. Узнав об этом, она выходит из дома и идет ко Господу Иисусу. 21 стих. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Встречает его и высказывает, видимо, то, что они с Марией неоднократно обсуждали. Потому что, когда Мария встретит Господа, она скажет именно то же, буквально ту же фразу произнесет, что только что произнесла Марфа. Господин, если бы ты был с нами, то наш брат не умер бы. 22 стих. И вот в этой фразе Марфы мы можем видеть определенную надежду, потому что она знает, Христос не только исцеляет, он уже воскрешал. Конечно, он воскрешал только что усопших, но раз он мог воскресить усопших недавно, может быть, он воскресит и Лазаря, который уже четыре дня в гробнице. 23 стих. Иисус говорит ей, воскреснет брат твой. Говорит Марфе, имея в виду, что он вскоре Лазаря воскресит. Но Марфа, которая выразила робкую надежду, что все, что Христос просит у Небесного Отца, Бог ему подает, вдруг говорит не о том, что Христос воскресит Лазаря сейчас, а говорит о том, что будет всеобщее воскресение из мертвых. И Лазарь воскреснет вот тогда, позже. 24 стих. Марфа сказала ему, знаю, что воскреснет в воскресенье в последний день. Имеет смысл здесь остановиться на тех терминах, которые в русском языке несколько отличаются от терминов в языке греческом. Потому что, когда речь идет о глаголе воскресать и существительном воскресении, мы, конечно же, вкладываем в эти два термина достаточно конкретный определенный смысл. Это восстание тел усопших в момент эсхатона для того, чтобы тела соединились с душами и тела стали бы обновленными. Вот что такое воскресать или воскресение. Но в греческом языке, в Евангелии от Иоанна и в других текстах Нового Завета используется глагол анистими и соответствующая существительная анастасис, которые имеют значение вставать, подниматься, то есть более общий смысл у этих терминов. В данном контексте беседы Господа Иисуса Христа с Марфой, конечно же, эти глаголы существительные, эти два термина имеют более узкое значение, которое и соответствует русскому и славянскому термину воскресения и глаголу воскресать. 24 стих. Марфа сказала ему, знаю, что воскреснет воскресенье в последний день. И здесь она выражает верование иудеев о том, что будет всеобщее воскресенье из мертвых, и, конечно же, воскреснет и Лазарь, и она, и другие люди. 25 стих. Но Господь хочет, чтобы она поняла, Он будет воскрешать всех в последний день, поэтому Он сегодня воскресит Лазаря, как предуказание на то позднейшее всеобщее воскресенье. Иисус сказал ей, я есмь воскресенье и жизнь, верующая в Меня, если и умрет, а живет. И здесь Господь использует те термины, которые по-гречески именилист передает анастасис, восстание в смысле воскресенье, и термин зои, то есть жизнь полнокровная, полноценная, жизнь высшая, нравственного порядка. Именно Он, Иисус, и есть и воскресенье, и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, а живет, по-гречески будет жить. Для того, чтобы понять эту фразу, необходимо посмотреть следующий 26 стих. «И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек». Конечно же, Господь здесь говорит и о воскресении тел, потому что тот, кто умрет телесно, будет им воскрешен телесно. Но говорит и о жизни духовной, потому что тот, кто верует в Него, не умрет душой. И хотя тело умрет, но тело восстанет, а душа, обновленная Господом и Его искуплением, соединится обновленная и живая с этим восставшим обновленным телом. «Веришь ли сему?» Спрашивает Господь у Марфы, 27 стих. Она говорит ему, «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Или, если переводим с греческого текста, «О истон козмун эрхоменос», «В мир приходящий». Точно такое же выражение, точно такая же фраза, как и в прологе Евангелия от Иоанна. Это дополнительное свидетельство того, что в прологе эту фразу желательно относить к Свету, то есть к Господу Иисусу Христу. Итак, Марфа говорит, «Я верую в Тебя, как во Христа и как в Сына Божия», то есть в Машеха, который приходит в мир. 28 стих. «Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою говоря, у Учителя здесь и зовет Тебя». Почему тайно? Потому что кроме Марии, которая находилась дома, может быть, в какой-то из внутренних комнат и оплакивала своего брата, также в доме и около дома находились иудеи, пришедшие утешать Марию и сестру. И, как видно будет дальше, далеко не все из них относились доброжелательно или благожелательно ко Господу Иисусу Христу. И вот чтобы не вносить смущения, ибо скорбный был момент оплакивания Лазаря, Марфа зовет тайком только свою сестру. 29 стих. «Она», то есть Мария, «как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему, к Иисусу». «Мария идет и идет быстро», 30 стих. «Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретил его Марфа». И получается, что Мария встречает его именно там, где он беседует с Марфой вне Вифани. 31 стих. «Иудеи, которые были с ней в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там». Лучше, конечно, перевести «пошла к гробнице, чтобы там плакать». Хотя Марфа позвала Марию тайно, но ее уход не остался незамеченным для окружающих. И вот она быстро идет ко Господу Иисусу Христу навстречу Ему, а остальные медленнее, но тоже направляются к гробнице. 32 стих. «Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Мария показывает высшую степень расположенности, высшую степень симпатии по отношению к Господу Иисусу Христу, но и высшую степень уважения к Нему как к Учителю и как к Христу, к Сыну Божию. Поэтому она падает ниц. Это общий для той эпохи на Древнем Ближнем Востоке знак почтения и уважения. Падает ниц к ногам и говорит то же, что сказала прежде Марфа. «Если бы Ты был с нами, наш брат не умер бы». 33 стих. «Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился». Итак, эта обстановка действует на Господа Иисуса Христа, потому что он дружил с Лазарем. Он любит возвышенной духовной любовью и Марфу, и Марию. И когда Мария падает перед ним на колени к ногам его и плачет, и за ней идут плачущие иудеи, конечно же Господь, будучи не только Богом, но и человеком, по-человечески тоже смутился. Давайте посмотрим, какие термины использует Иоанн Богослов для того, чтобы передать внутреннее состояние Господа Иисуса Христа как человека. Ведь мы с вами знаем, в дальнейшем в догматическом богословии будет очень четко сформулировано, Христос во всем подобен нам по человеческой природе, кроме греха, он безгрешен. Но по человеческой природе он имел безгрешные человеческие, естественные для человека страсти. То есть он мог голодать, он мог алкать. И мы знаем, что когда было искушение Господа Иисуса Христа в пустыне, то к концу этого искушения он действительно захотел есть и пить. И вот здесь мы видим, что Господь, будучи единой личностью, в которой и божественная природа, и человеческая природа, по своей человеческой природе испытывает безгрешные человеческие чувства. В греческом языке, в греческих терминах, Иоанн Богослов описывает эти чувства следующим образом. В синодальном переводе «Воскорбил духом и возмутился», по-гречески. Используется глагол «эмври-мао-ме», который означает, вообще говоря, «издать рокот», быть в таком напряжении внутреннем, что вот прямо так вот издать какой-то такой звук. Это показатель высшей степени напряжения. Поэтому лучше перевести «не возмутился» или «не воскорбил», а именно «внутренне очень напрягся духом». Следующий глагол – это глагол «Тарасо». Мы этот глагол рассматривали, когда говорили о волнении на Галилейском озере, и он указывал на то, что волны возмущались. И вот так же взволновался Господь Иисус Христос. Поэтому получается, что Господь внутренне духом напрягся и заволновался. 34 стих. «И сказал, где вы положили его? Конечно, как истинный Бог, который узнал о том, что Лазарь скончался, хотя не получил об этом весть, он знает, где Лазарь лежит. Однако произносит эту фразу для того, чтобы переломить данную ситуацию. Ибо общий плач, общее рыдание подействовали, и на него, как на человека, он внутренне очень напрягается и переживает». Говорят ему, в продолжении 34 стиха, «Господин в Синодальном Господе, ну, лучше, конечно, Господин, потому что мы не знаем точно, кто сказал, «Пойди и посмотри». 35 стих. «Иисус прослезился, даже заплакал, потому что он очень симпатизировал Лазарю, и он очень впечатлен тем, как оплакивают его любящие его сестры и даже пришедшие для их утешения иудеи». 36 стих. «Тогда иудеи говорили, смотри, как он любил его». Конечно, лучше перевести, поскольку там стоит глагол «филео» следующим образом. «Посмотри, насколько он с ним был дружен», или «посмотри, какими друзьями они были». Но вот эта фраза иудеев, безусловно, несет в себя оттенок осуждения по отношению ко Господу Иисусу Христу. Это видно из следующего 37 стиха. А некоторые из них сказали, «Не мог ли сей, отверший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» То есть кто-то просто констатирует факт, что они были друзьями, а кто-то уже начинает скептически ко Христу относиться. Он же слепого исцелил. Почему же он тогда не пришел? Ведь за ним посылали. Может быть, он не пришел, потому что не мог исцелить, а может быть, не пришел, потому что не захотел исцелить. И то, и другое в определенном смысле достойно осуждения с точки зрения вот этих иудеев. 38 стих. «Иисус же опять, скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней». Надо сказать, что вновь используется глагол «everymaume», который означает внутренне быть напряженным, а даже так вот, знаете, что-то хрипло, и звук какой-то может быть издать. И так он внутренне напряжен, подходит ко гробнице и видит, что гробница представляет с собой пещеру, а к этой пещере, ко входу прислонен камень. И вот сейчас момент наивысшего напряжения. Христос, будучи человеком, имея человеческую природу, по человеческой природе и напрягся, и взволновался, и прослезился, но он уже знает, что он воскресил Лазаря. Поэтому Лазарь получит жизнь. И в этой ситуации ему, Господу, необходимо всем присутствующим показать, что через него, Иисуса, действует Бог, потому что он тоже является Богом, истинным Сыном Божиим, творящим вместе с Отцом те же самые дела. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.